Всем привет, дорогие друзья! С вами Фёстун и мы начинаем серию видео по игре Attack on Titan Wings of Freedom, что переводится как Атака на Титанов Крылья Свободы. Вообще есть одноимённое аниме Attack on Titan, есть одноимённый двухсерийный фильм и, ну вот по нему нынче, ну точнее, как бы вообще по манге, да, по аниме сделали теперь и компьютерную игру, так как я и смотрел аниме в своё время. И смотрел фильм, поэтому я как-то когда узнал о том, что есть игра, причём она не такая давняя, в августе 2016 года вышла, я сразу решил, что надо поиграть и посмотреть, что она из себя представляет. Единственное, что, ребята, скажу, что как бы игра не локализована на русский язык, поэтому, ну, мои, знаете, такие посредственные познания английского языка, что где смогу, то буду переводить, что-то где-то, конечно, будет оставаться, в общем, неучтённым. Кратко, я не знаю, стоит ли сейчас рассказывать про историю вселенной, атаки титанов, можете посмотреть аниме, можете ознакомиться с мангой, посмотреть полнометражку, но я думаю, тут в игре нам, в принципе, кратко о сюжете расскажут. Суть в том, что люди спасаются, как могут, выживают на последнем клочке с земли, окружённом тремя стенами, защищаясь от огромных титанов. Так, ну что, ребята, атака титанов, Wings of Freedom, поехали! Впервые титаны появились в этом мире более ста лет назад. Животная мощь титанов превосходила возможности обычных людей, человечество было поставлено на грань вымирания. Чтобы противостоять титанам, выжившие построили три прочных стены, Марию, Розу и Сину. Это позволило человечеству на какое-то время почувствовать себя в безопасности. Однако... Этот день, человечество запомнило. Их жизнь была наполнена страхом. Унижение быть запертым в птичью клетку. Титаны! Это произошло! Неожиданное появление титана колосса привело к разрушению стены, а также прекращению столетнего спокойствия. Осажденные титанами, люди сдались и покинули внешнюю стену. Стена Мария пала. Человечество потеряло пятую часть своего населения, а также треть своих земель. Люди отступали. За стену Розы. Но это отступление пробудило человечество ото сна. Два года спустя, трое из района Шиганшина проходят военную службу в 104-м кадетском корпусе, проводя свое время в тренировках с инструктором. Район Шиганшина это как раз район, который был... эээ... за той стеной, которая разрушена. Что случилось? 104-й. Вы здесь, чтобы тратить мое время? Вы не сможете справиться даже с манекенами, если не можете держать... ну, в общем, это специальное их оборудование. Слушать меня! Вы глупцы! Скот, который предназначен стать едой для титанов. Это наша работа, дать вам все необходимые средства для борьбы против титанов. И если вам не очень нравится идея быть съеденными, тогда вы должны ловить каждое наше слово на лету. Итак, вы готовы? Если я научусь управляться с этим снаряжением, я смогу справиться с любым титаном. Я стану достаточно сильным и смогу уничтожить их всех до единого. Так, что там? Ну, короче, будем считать, что курс молодого бойца начинается с движения. Так, ну что, ребята? Я уже маленько поиграл за кадром, поэтому я примерно знаю, как передвигаться, так что... Не буду тянуть. Передвижение в игре, я не знаю, похоже чем-то, ну, я не знаю, если кто-то играл в Спайдермена, тот поймет. Мы, в общем, умеем выпускать такие длинные тросы, и мы можем использовать газ, чтобы делать мощный рывок вперед. Вот этими двумя средствами мы и передвигаемся. Веревки, на которых мы можем подтягиваться, и газ, на котором мы можем делать прыжок. Ну, вот смотрите, вот газ, а вот веревки. И чередуя их мы передвигаемся с огромной скоростью. Управление маленько неудобное, потому что оно изначально рассчитано на то, что мы будем играть на PlayStation. Но все равно играть можно и на компьютере. Так, этот мужик хочет, чтобы я попрактиковался в атаке титанов, при этом титанов небольшого роста, поэтому для меня возвели, ну, манекен, который повторяет карликового титана. Так, я могу наводиться на цель, могу ускориться. Блин, пролетели. Ускоряемся, бьем. Отлично. Ну, что теперь, я жду. Слишком медленно. Блин, он вечно мной недоволен. Так, теперь они, типа, возвели против меня Большого титана. Так. Видите, у Большого титана уже можно бить в несколько мест. Можно бить по ногам, можно бить... Ээээ... За головой. Вот, кстати, да. Как бы по аниме титаны, они вообще как бы бессмертные. Ну, то есть, в целом, ты можешь там руки отрубать, ноги. Эээ... Сколько угодно. Они все это дело регенерируют. И могут спокойно там обходиться без рук и без ног. И чтобы их убить, надо именно ударить им по вот этой затыльной части по шее. Ну, в общем, надо рубануть им затылок. Так, парень мне сейчас рассказывает о том, что мой газ может закончиться, и мои лезвия, моих сабель могут затупиться. Поэтому периодически на карте будут такие снабженцы, которым можно подбежать и попросить им их восполнить запас. У нас как раз закончился газ. Так, чувак, дай мне газ. Вот, спасибо. Причем лезвия такие прикольные. В игре вот эти сабли, мечи, они, короче, выглядят, как, я не знаю, как вот эти вот канцелярский нож. Только здоровый такой. Здоровые, здоровенные канцелярские ножи. Они и меняются примерно так же. То есть, несколько лезвий от канцелярских ножей, таких здоровенных у меня всегда с собой. Если что, есть рукоятка и лезвие. Лезвие затупилось, меняем, одеваем новое. Так, ну все, сейчас на карте раскидают манекены, которые нам надо атаковать. Нужно как можно лучше справиться с этой задачей. Тут как бы игра устроена так, что каждой миссии, даже вот эти начальные, базовые, в зависимости от того, насколько хорошо мы с ними справляемся, будет зависеть, сколько нам дадут опыта. А опыт, ну, дает нам больше возможности быстрее прокачаться. И, ну, так же за все миссии дают материалы. Мне кажется, если мы справимся лучше с этой миссией, то и материалов получим больше. И, значит, раньше сможем развить свое снаряжение. Не знаю, выглядит игра очень прикольная. Мне кажется, разработчики прямо очень хорошо сделали. Все это и выглядит со стороны хорошо. И вообще в это играть приятно. Единственное, что я, ну, мне кажется, на PlayStation было бы вообще здорово. На компьютере все-таки я испытываю, ну, как бы, трудности с управлением камерой. Ну, хотя, не знаю, нормально. Привыкнуть можно, но чаще я это, ну, камеры не управляю. То есть я, допустим, там вижу, что мне надо лететь налево. Я лечу, но камеру не поворачиваю в этот же момент, допустим, налево. Она сама по себе там местами поворачивается. Я часто даже не вижу, куда я отправляюсь. Смотрю только по мини-карте. Ну, и еще местами иногда бывает это, я не знаю, ленюсь, что ли, нажимать слишком много кнопок. Так, блин, у меня закончился газ. Мне нужен... Вот, парень, дай мне газ. А то я не могу быстро летать. Так, давайте газ поменяем. С лезвиями пока что все в порядке. Так, атакуем. Тут еще, видите, такая фишка, ты когда как бы цепляешься, то есть ты цепляешься за ту часть тела, которую хочешь атаковать. Ты ее должен сначала, ну, на нее навестись отдельной кнопкой, прицепиться. И чтобы быстрее к ней подлететь, ты опять же используешь газ. И если ты на газу подлетаешь, то ты нанесешь больше урона. Можно как бы подлететь без газа, но при этом урон будет ниже. Я думаю, пока что против манекенов сражаемся, но против титанов я тут уже чуть-чуть поиграл за кадром. Не особо далеко дошел, но мне понравилось, и я решил, что обязательно буду снимать. Против титанов вообще прикольно сражаться. Я не знаю, успеем ли мы в этой серии, наверное, уже не успеем сразиться против титанов, но в следующей точно. Пока что тренируемся на манекенах. Знаете, тяжело в учениях, легко в бою. Так, блин, у нас опять кончился газ, нам надо подзаправиться. Так без газа далеко не улетишь. Вон, я вижу, я вижу рюкзачок. Давай, 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 беги, родной. Дай мне газ. Вот, спасибо. У нас, кстати, и лезвия уже подзатупились, тоже не мешало бы поменять. Так, и я здесь вижу рядом с нами, вот она цель, следующая цель. И еще одна совсем на другом конце. Давайте побыстрее до нее доберемся, пока ее не снесли, так скажем, ребята с нашего курса, из нашего кадетского корпуса. Он там уже подлетает. Отлично, кажется, это последнее. Да, я справился, но я должен стать еще лучше. Всем остановиться, время, тренировка окончена. Теперь я оглашу результаты лучших этого задания. Ирон Джаггер, ты номер один. Отлично, я это сделал, я номер первый. Воспринимай это как повод тренироваться еще усерднее. Свободен. Я устал. Я должен маленько отдохнуть. Эрон. Эм, кажется, этот чувак интересуется, научился ли я управляться с пространственным приводом. Пока нет, но я мог бы одолеть тебя в спарринге один на один. А разве Энни не заставила тебя побарахтаться? Я была бы более чем рада сделать то же самое с тобой. А Энни всегда такая клевая. Как бы то ни было, навыки в сражениях один на один не дают никаких баллов. А? Джин, баллы это действительно единственное, что для тебя важно. Конечно, ведь только баллы определяют десятку лучших студентов, которые станут военными полицейскими. Только лучшие из нас смогут прожить свою жизнь в комфорте за внутренней стеной. Разве я не прав? Нет, не я. Подонок, как ты думаешь, для чего все эти тренировки? Что? Эй, вы двое. Успокойтесь. Это бессмысленно, становиться солдатом. Если единственное, чего ты хочешь, это держаться как можно дальше от Титана. Я просто реалист, а не идиот вроде тебя, жаждущий смерти. Эренс, остановись. Эй, Джин. Ты хотел присоединиться к разведчикам, не так ли? Да. Я хотел стать разведчиком и помочь избавить этот мир от Титанов. После этого 104-й кадетский корпус продолжал тренировки, пока день их выпуска приближался. Так, ну что, ребята, миссия пройдена. Нам здесь дают заключительную оценку. В зависимости от того, насколько хорошо мы справились с миссией, будет зависеть, сколько нам дадут опыта. Мне вот тут стоит какую-то С-ку за все задания, и в итоге тоже дают С. Я не знаю, надеюсь, что это означает типа супер, но, по-моему, С это высший балл, который можно получить. Ну, типа как закончено с отличием, там, пятерочка, типа того. Так, мы получаем второй уровень. Причем здесь говорится, что при получении опыта мы будем повышать свой полковой уровень и свой солдатский уровень. И при повышении полкового уровня нам будет доступно все новое снаряжение для покупки в лагере, а при повышении солдатского уровня нам станут доступны новые способности. И мне теперь доступна способность свуп. Свуп позволяет наносить мощный удар, ну, в общем, как бы сверху вниз, когда я лечу на врага, я могу наносить какой-то мощный удар. Так, мне тут теперь рассказывают про местную валюту, которую я могу зарабатывать в миссиях, и тратить ее в лагере. И также за выполнение задания мы получаем различные материалы, которые нам понадобятся для создания новых предметов снаряжения и улучшения тех, которые уже имеются. А вот и закончились три года тренировок. Наступал день выпуска 104-го кадетского корпуса. Посвятите вашей жизни правому делу! С этого дня те из вас, кто выпустятся из кадетов, будут иметь три возможных альтернативы. Гарнизонный полк, который укрепляет стены и защищает каждый город. Корпус разведчиков, члены которого постоянно рискуют жизнями, вторгаясь на территорию титанов. И военная полиция, которая поддерживает порядок во имя короля. Конечно, доступ в военную полицию ограничен и возможен только для тех личностей, чьи имена я сейчас озвучу. Кристалленц. Саша Браус. Конни Спрингер. Марка Ботт. Джан Кирштейн. Эрен Йегер. Ани Льянхарт. Бертольд Хувер. Рейнер Браун. И лучшие выпуски Микаса Аккерман. Мы наконец-то сделали это. На этот раз время обернется вспять, и мы восторжествуем над Титанами. Это начнется завтра. Нужно быть готовым. Так, вы можете... Ну, в общем, мне рассказывают, что мы сейчас находимся в лагере, я могу здесь взаимодействовать с окружающими, общаться, и если я вижу вот такой вопросик над башкой, значит здесь мы можем получить квест. Марка, теперь мы оба сможем присоединиться к военной полиции. Нас ждет славная и безопасная жизнь за внутренними стенами. Да, это такая честь иметь возможность работать так близко к королю. Ха, по-прежнему мудрый парень, а? Скажи правду. Эй, Джин, ты не думаешь, что это странно? Оттачивать навык убийства титанов, чтобы потом держаться от них как можно дальше? О чем это ты? Таков уж порядок вещей, и этот устоявшийся путь поможет нам остаться в живых. Разве ты не понимаешь, вот почему мы потеряли более 20% нашего населения 4 года назад? Человечество не ровня титанам. Ты сдался, потому что думаешь, что мы не можем победить. Конечно, мы проигрывали до сих пор. Но это потому, что мы ничего не знали о титанах. Мы можем проигрывать, но информация, которую мы собираем, дает нам надежду. Ты действительно собираешься закопать весь боевой опыт, доставшийся тебе благодаря жертвам тысяч людей, чтобы жить за стенами в безопасности. Ха, если ты столь безрассуден, что собираешься за стену, отправляйся туда один, бог навстречу. Да, я собираюсь оставить эти душащие стены позади, чтобы убивать титанов и присоединиться к корпусу разведчиков. Хм, ну вот и поговорили. Вышло довольно грозно. У нас тут неподалеку мигает вопросик, давайте еще туда отправимся. Мы также можем поговорить тут с людьми на улице, но знаете, в непереведенной, не озвученной версии нет, увольте. Я так рад, мне все-таки удалось закончить обучение. Эрен, ты собираешься вступить в разведкорпус? Правильно? Да, это всегда было моей целью. Вот почему я тренировался так усердно. Теперь у меня есть силы, чтобы уничтожать этих ублюдков. Я не хотел бы испытать это снова. Из-за моей слабости я провалился в тот день. Кажется, он вспоминает, как титаны убили его мать, когда он был еще совсем юным. То из-за чего он так отчаянно хотел вступить к разведчикам и уничтожать титанов. Месть. То, что им движет. Убегайте! Скорей! Ханес! Забери детей! Убегайте! Не недооценивайте меня! Я мог бы забрать этих двух детей в безопасное место. Или сразиться за то, чтобы спасти каждого. Я... Эй, что ты делаешь? Моя мать! Она еще... Эрен... Эрен... Микаса... Живите! Не покидайте меня. Микаса... 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 Да, этого Титана я помню Спринтер Быстрый, мощный Способен проламывать стены Стена Мария Проломана Как это могло Произойти Каждый из них Все они Спокойники Я уничтожу Каждого, всех до единого Да, на этих кораблях увезли детей, женщин Но все остальные На всех кораблей не хватило Не все спаслись Большинство погибло И теперь наша задача отомстить Так, ну а нас направляют в ближайший магазинчик Где можно прикупить новое снаряжение Что ж, давайте закупимся Привет, мужик Расскажи нам, что у тебя есть Давай посмотрим твой ассортимент Он говорит о том, что мы можем создавать новое снаряжение И улучшать то, что у нас уже имеется Для начала, я думаю, мы создадим что-то новое У нас вообще есть три типа снаряжения Это, во-первых, УПМ Как его называют в аниме Устройство пространственного маневрирования Это вот эта штука, которая у нас на поясе Из которой выстреливают два троса Которые цепляются к поверхности И которая умеет подавать Ну, сжиженный газ В общем, выстреливать струей Чтобы мы могли делать мощный рывок вперед Также у нас есть лезвие Ну, то есть это наши мечи И у нас есть вот эти две штуки Которые крепятся на ногах В которые мы вставляем свои лезвия и баллоны с газом Мы можем сейчас поменять то, что у нас есть Например, можем установить вот такую штуку Она даст нам большую дальность нашего крюка Но это, в общем, когда мы сможем дальше пускать свои тросы То есть на более дальнем расстоянии Прицепляться к титанам Ну и там, к другим объектам Можем взять вот такую Здесь мы сможем не на таком дальнем расстоянии Прицепляться к врагам Зато наши, видать, тросы будут довольно-таки мощными Я даже не знаю, что лучше Длина или мощь Стоят они одинаково Здесь еще увеличивается немного наша скорость этих тросов Я думаю, я даже не знаю Блин, ребят В принципе, мне длины хватало Но я все-таки возьму, наверное, побольше длины Да, вот это я себе приобрету Одеть? Да Будьте добры Оденьте, пожалуйста Так, ну и давайте, наверное, возьмем себе новый меч Кстати, на меч нам уже не хватает Но мы, по идее, можем продать наш старый привод Нам как раз там буквально нескольких копеек не хватает на меч Так, вот, продаем Теперь должно хватить Так, кажется, я перестарался Так, ребята, мы сейчас, смотрите Мы можем купить у него Либо себе еще новые лезвия Либо новые ножны Ножны вещь полезная Но, собственно говоря, тут все полезное Смотрите, у нас у ножен идет три параметра Это количество газа, который мы можем переносить То есть, чем больше газа Тем реже нам надо где-то останавливаться на подзарядку Это важная вещь Но также здесь меняется показатель, как давление газа Ну, это я так понимаю Чем выше давление газа Тем дальше мы можем, ну, за один, так сказать, пшик Делать рывок То есть, ну, это сила нашего рывка Мне кажется, тоже немаловажный показатель Не хотелось бы его понижать И также, ну, если вот этот чехол мы То есть, если мы себе вот эти ножны берем То у нас увеличивается количество переносимых лезвий На два То есть, ну, лезвия периодически тупятся Чем их у нас больше, тем лучше Не знаю Если вот это берем То тут, ну, незначительно увеличивается Количество переносимого газа Но не теряем давление И по-прежнему остается три лезвия Не знаю Вот это нам дает больше лезвий Но, опять же, понижается степень давления газа Зато увеличивается количество переносимого газа Не знаю, не знаю, ребят Ну, давайте я Так, а может быть, мы сейчас Все не будем брать тогда ножны Раз у нас тут такая дилемма Давайте посмотрим, что у нас по поводу лезвий Мы можем себе взять Ну, вот такие вот лезвия Которые только в плюс идут У нас у лезвия идет тоже три показателя Это Шарпнесс Ну, в общем, острота лезвия Я думаю, скорее всего, это просто означает Напрямую урон, наносимый лезвиями Да, его острота Чем острее, тем более дамажистая Длина лезвия Ну, наверное, расстояние, на котором мы можем задеть цель То есть, наверное, тоже важный показатель И прочность То есть, насколько быстро лезвия поддаются износу Если мы берем себе Ну, допустим, вот такие лезвия То мы незначительно повышаем прочность Но так прилично повышаем урон На 24 единицы Тут у нас идет незначительное повышение урона Зато значительное повышение прочности И здесь у нас падает длина лезвия Зато повышается урон Хотя на 28, ну, я не знаю Мне кажется, вот, неплохое лезвие Я думаю, давайте возьмем себе Хотя, ну, знаете, оно не самое дорогое Я не знаю, почему Они почему-то остроту лезвия не так высоко ценят А мне казалось, что это круто Может быть, все-таки взять себе вот это Типа оно Самими разработчиками Оно оценивается Как дороже Есть, кстати, вот Duster Смотрите, цена аж 6000 И вроде ничего такого Ну, острота увеличивается на 170 Типа очень значительно Но длина при этом падает До 60 А прочность остается все той же Я, ребята, тут в растерянности Может взять себе вот такой First generation blade Ладно Ладно, давайте возьму себе вот такой Blade версии 1 Я как бы себе Устройство пространственного маневрирования Взял версии 1 Ну и лезвия тоже возьму себе такое Одеть? Да, одеть А старое лезвие мы можем теперь продать Так, ну вот и все, ребят Мы купили себе новый привод И купили себе новые лезвия Также вот здесь у нас рядышком Можно продавать И, по-моему, покупать материалы Но мы не будем этим сейчас заниматься Мы уже просто отправимся Выполнять следующее задание Хотя даже, знаете, друзья Я думаю, в принципе Мы маленько уже Подзадержались по времени Самое время Закончить наш выпуск Так что, если вам понравилось Я еще продолжу Мы еще поиграем В атаку титанов Но Продолжение в следующих сериях А у меня на этом все С вами был 11101 До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok